Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни. Видя, что многие из людей более любят и уважают кажущиеся блага, нежели существенно полезные и действительно добрые, я считаю необходимым сказать кратко о тех и других и противопоставить теперь одни другим. Благо многими презираемые и благо весьма желаемые, чтобы узнать различия между теми и другими. Мы ценили одни как достойные привязанности и спасительные, а другие научились презирать как ничего не стоящее. Так люди любят богатство, власть, первенство и славу, и многие ублажают властителей народов, возимых на блестящих колесницах и сопровождаемых криком глашатаев. И большую толпу и оруженостов, а презирают жизнь любомудрствующих и избравших монашескую жизнь. Все появляются, обращают на себя взоры народа, а эти, появляясь, не привлекают на себя взоров ничьих или очень немногих. И последним никто не пожелал бы уподобиться, а тем все. Между тем, как приобрести власть и получить господство над народом трудно и для многих невозможно. И стремящимся к этой власти нужно иметь много денег. А избрать монашескую жизнь и проводить жизнь в служении Богу для всех одинаково, легко и удобно. Притом, обладание властью прекращается с этой жизнью, прекращается, или лучше сказать, еще при жизни оставляет пристрастность к ней. И даже некоторых подвергала великой опасности или позору. А монашеская жизнь и теперь обогащает праведников многими благами, и по скончанию жизни приводит светлыми и радостными в предсудилище Бога и Отца, когда большая часть насельствовавших явится получить великое наказание за деяние своей жизни. Посему, противопоставив один другим благо любомудрие и кажущейся полезной благо владычества и славы в настоящей жизни, вникнем в различие тех и других благ. Потому что при сравнении они будут более ясными, или лучше, если угодно, верховные из благ, то есть царствования, сравнив с любомудрием. Посмотрим на плоды того и другого достояния. Тщательно исследовался. Над кем властвует царь и над кем любомудрый? Так царь господствует над городами, областями и многими народами, руководствуя своими указаниями и военачальников, и градоначальников, и войска, и народы, и советы. А предавший себя Богу и избравший монашескую жизнь, властвует над гневом и завистью, и сребролюбием, и сладострастием, и прочими пороками, постоянно имея в виду и заботясь, как бы не допустить душу подпасть под власть гнусных страстей и не придать разум в рабство этой тяжкой тирании. Но всегда соблюдать ум выше всего, спасаясь над страстями, страх Божий. Такое господство и владычество принадлежит царю и такое монаху. Так что справедливее иной назвал бы последнего царем, нежели блестающего багреницей и венцом, и сидящего на золотом престоле. Так, поистине царь есть тот, кто побеждает гнев, и зависть, и сладострасти, подчиняет все законам Божиим, сохраняет ум свой свободным и не позволяет возобладать душой и страсти к удовольствию. Такого мужа я желал бы видеть начальствующим над народами, и землей, и морем, и городами, и областями, и войсками. Потому что кто подчинил душевные страсти разуму, тот легко управлял бы и людьми согласно с божественными законами. Так что он был бы вместо отца для подчиненных, обращаясь и с городами со всякой кротостью. А кто, по-видимому, начальствует над людьми, но раболепствует гневу и честолюбие и удовольствием, тот, во-первых, может быть смешным для подчиненных, потому что хотя носит венец, украшенный драгоценными камнями и золотой, но сам не увенчан смиренно-мудрием, и хотя все тело его блестит бовремицей, но душа его остается неукрашенную. Потом он не будет знать, как распорядиться с властью, потому что не способны управлять самим собою, как может подчинять законам других. Если хочешь видеть и войну того и другого, то найдешь одного сражающегося с демонами, и преодолевающим, и побеждающим, и увенчиваемым от Христа, потому что он выходит на войну с божественной помощью, оградившись небесным оружием, от чего по необходимости ему и достается победа, а царя, сражающимся с варварами. А чем демоны страшнее людей, тем побеждающий первых, блицательнее побеждающего последних. Если же захочешь знать и причину той и другой войны, то и в этом найдешь большое неравенство. Тот сражается с демонами за благочестие и служение Богу, переживая исторму из-за блуждения города и селения, а этот сражается с варварами за отнятые местности или пределы, или имущества, или же коростолюбие и несправедливое властолюбие влечет его на сражение, причем многие оцари, желая большего, теряли и настоящее. Таким образом, власть и войны показывают, сколь отличный друг от друга царь и посвятивший жизнь на служение Богу, а еще точнее можно узнать их, обрати внимание на жизнь и дневные занятия того и другого. Окажется, что один поистине обращается с пророками, украшает душу мудростью Павла и постоянно переходит от Моисея к Исаии, от этого к Иоанну, а от него еще к другому из них. Царь же постоянно обращается с военачальниками, и граноначальниками, и оруженосцами. А с какими людьми, кто постоянно обращается, тем и уподобляется нравам. Посему монашествующий сообразует свой нрав с нравами апостолов и пророков, а царь – с нравами военачальников, вооруженосцев и щитоносцев, людей, предающихся вину и услаждающихся удовольствием, и большую часть дня проводящих в пиршице, не знающих ничего важного или доброго вследствие от имения. Так и поэтому следует ублажать монашескую жизнь в воле, нежели жизнь с господством и царствованием и скипетрами. 127. Если мы захотим представить и ночное время, то увидим монаха, отличающимся службой Богу и молитвами, воспевающим гораздо раньше птиц, сожительствующим с ангелами, беседующим с Богом, наслаждающимся небесными благами, а начальствующим над многими народами, областями и войсками, и обладающего обширной землей и обширным морем, распростертым на ложе и крепко спящим. Потому что монах питается такими яствами, которые не требуют от него глубокого сна, а последнего усыпляет роскошь и питье, удерживающие на ложе до самого дня. У монаха и одежда, и стол умеренные, и соучастниками яствы бывают подвязающие в той же добродетели. А царю необходимо украшаться камнями и золотом, предлагать блистательный стол и иметь соучастников, если он неразумен, достойных собственной и его порочности. А если имеет ум и смиренно мудрее, то может быть честных и справедливых, но много уступающих первому добродетели. Так, хотя бы царь был любомудр, он даже и мало не может приблизиться к доблестям монашествующего. Он в путешествиях бывает обременителен для подданности, живя в городе и наслаждаясь миром, и участвуя в войнах, и требуя подать, и собирая войска, и проводя пленников, и побеждая, и подвергаясь поражению. Потому что подвергаясь поражению, он слагает на подданных собственное бедствие, а побеждая, становится невыносимым, украшаяся трофеями и тщеслависть, и представляя воинам свободу грабить, расхищать, обижать путников, держать города в осаде, разорять домы бедных, от принимающих себе их требовать каждый день того, чего не позволяет никакой закон, под предлогом какого-то древнего, беззаконного и несправедливого обычая. Притом богатому, царь нисколько не вредит такими тягостями, а причиняет зло бедным, как бы поистине стесняясь богатых. А монаш не такой. Но как он-то покажется, он является приносящением некоторой благодать, богатым и бедным, одинаково тем и другим, облекаясь в одну одежду целый год, и для питья употребляя воду, охотнее, чем другие чудное вино. Для себя не спрашивая у богатости никакой, ни малой, ни большой милости, а для бедных, и спрашивая многих и постоянных милостей, пользуясь для тех и других, и для дающих и имеющих получить. Таким образом, он есть общий врач одинаковые богатость и бедность, первых освобождая от грехов добрым увещанием, а последних избавляя от бедности. Царь, даже и повелевая, облегчить подати приносит пользу больше богатым, нежели бедным. А поступая напротив, тем более вредит имеющим мало, потому что богатому немного может повредить тяжесть податей. А домы бедных она как поток разрушает, наполняя селения воплями, и ни старости не жалеет сборщики подати, ни вдовства, жён, ни сиротства детей. Но бесчинствует во всё время, как бы общие враги страны, требуя от земледелецов того, чего и земля не производила. 128. Теперь рассмотрим и то, что монах и что царь доставляет подданным. Этот золото, а тот благодать духа. Этот избавляет от бедности, если он добр. А тот молитвами освобождает душа, одержимая демонами. Если кому-либо случится подвергнуться таким несчастьям, то он проходит мимо царя, как бы бездушного предмета, и поспешает в жилище монахов, как бы избегая волка и прибегая к зверолову, имеющему меч в руке. Ибо что для зверолова меч, то и для монашествующего молитва. Подданно. Не так страшен для волков меч, как для демонов молитв праведников. Посему не только мы в нуждах прибегаем к святым монахам, но и сами цари прибегают к ним в опасных обстоятельствах, как бедные во время голода к жилищам богатость. Ахав, старий иудейский, во время голода и недосятка хлеба не полагал ли надежду спасения в молитвах Ильи? И зеки, имевшие такую же власть и державу, находясь в болезни и ожидании кончины, видя наступающей смерти, не прибегли к пророку, как к сильнейшему смерти и подателю жизни. Также, когда разразилась война и Палестина была в опасности разориться до самого основания, то цари иудейские, распустив войско и пеших воинов, и стрельцов, и садников, и военачальников, и полководцев, прибегли к молитвам Елисея, так как думали, что служитель Божий заменит для них многие тысячи воинов. Точно так же и царь Иезекия, когда наступила Персидская война и город с величайшей опасностью полюбался до самого основания, и находившиеся на стене дрожали, страшились и трепетали, как бы в ожидании грома или всеколеблющего землетрясения, противопоставил молитвы Исаии многим тысячам перцев и не обманулся в надежде. Ибо как только пророк поднял руки к небу, Бог небесными стрелами прекратил Персидскую войну, внушая царям почитать служителей его общими спасителями земли, дабы они научились, принимая от праведников увещания ко всякому доброму и человеколюбивому делу, уважать эти советы и следовать благим внушениям. И не из этого только можно видеть различия того и другого. Но если случится тому и другому пасть, лишиться одному добродетели, а другому царства, то первый легко может прийти в себя и скоро очистив грехи молитву и слезами, скорби и попечением обедных, опять удобно достигнуть прежней высоты. А не спавший царь будет нуждаться во многих союзниках, многих воинах и всадниках, и конях, и деньгах, пребывая в опасностях. Последний сисела полагает надежду спасения в других, а первый получает спасение быстро, вслед за желанием, усердием и переменой нрава. Ибо царство небесное, говорит о Писании, внутрь вас есть. Даже смерть для царя страшна, а для любомудрствующего беспечально, потому что тому, кто придирает богатство, удовольствие и роскошь, для которых многие желают жить, по необходимости легко переносите пересидение отсюда. Если бы случилось тому и другому быть убиваемым, то один подвергнется опасностям до благочестия, приобретая смертью, бессмертную и небесную жизнь, а царь слетит в убийце тирана и искателя власти, представляя после убиения жалкое и ужасное зрелище. А видеть монаха, убиваемого за благочестие, приятное и спасительное зрелище. Притом один будет иметь многих соревнователей его доблести, подражателей и учеников, молящихся о том, чтобы оказаться подобными ему, а другой много потратит слов в молитвах, умоляя Бога, чтобы не явилось ни одного искателя царства. Даже первого и убивать никто не осмелится, считая нечестием против Бога, если убьет такого. А на последнего восстают многие убийцы, искатели тирании. Посему этот ограждается воинами, а тот ограждает города молитвами, не боясь никого. Царь всегда живет со страхом и в ожидании убийства, потому что он имеет при себе опасное любостяжание, а монах – безопасное спасение. Итак, кажется, довольно сказано мной о делах настоящей жизни. Если же мы захотим рассмотреть и будущее поприще, то увидим одного в блеске и славе, восхищаемого на облаках встретения Господа в воздухе, как вождя и наставника, спасительной жизни и всякой добродетели. А царь, если окажется пользовавшимся властью праведно и человеколюбиво, но это весьма редко, сподобится меньшего спасения и прославления, потому что они неравны, неравны царь добрый и монах, живущий на высоком служении Богу. А если он окажется порочным и дурным, наполнившим землю множеством зла, то кто может изобразить бестия, которыми окружен, сожигаемый огнем, бечуемый, терзаемый, претерпевающий такие страдания, какие невыразимы словом и непереносимы делом. Все это, представляя и помня, не должно восхищаться богатыми, ибо и владыка их, как оказывается, не может, не мало приблизиться к добродетели монаха. Итак, когда ты увидишь богатого, украшенного одеждой, убранного золотом, безумного на колесницах, выступающего в блистательных выходах, не ублажай этого человека, потому что богатство временно и кажущееся прекрасным и сливает с этой жизнью. А, видя монаха, идущего одиноким, смиренным и кротким, покойным и тихим, соревнуя этому мужу, окажись подражателем его любомудрее, молись о том, чтобы сделаться подобным праведнику. Ибо просите, говорит Писание, и дастся вам. Это поистине прекрасно и спасительно, и благонадежно, по человеколюбию и промышлению Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.